В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе все больше людей принимают решение сделать прививку от коронавирусной инфекции. Даже отец, которому почти 80 лет, сам пошел привился. На проспекте Ленинского комсомола ведутся ремонтные работы, но терпеть водителям недолго. Они завершатся 1 мая. Как вы видите, работы выполняются в соответствии со всеми нормативами, то есть выставлены ограждающие конструкции. Сотрудники госавтоинспекции провели акцию, в рамках которой проинформировали водителей об обязательном использовании детских удерживающих устройств. Дети до 7 лет в обязательном порядке переводятся в специальном детском удерживающем устройстве. Все больше людей принимают решение сделать прививку от коронавирусной инфекции. Пример же всем подают медицинские работники. Так, сегодня в один из вновь открывшихся пунктов вакцинации приехали руководители ВРКБ, главврач Бутай-Бутаев и его заместитель Елена Зинатулина. Они уверены, коллективный иммунитет возможен, если большинство людей старше 18 лет сделают прививку. Пример того, что вакцинация от коронавируса не терпит долгих раздумий. Жители Ленинского городского округа супруги Дмитрук не торопились делать прививки. Теперь оба об этом жалеют. То, что пришлось пережить, когда болезнь ворвалась в их дом, сегодня вспоминают со слезами. Женщины по статистике болеют гораздо легче, чем мужчины. Но если с вами рядом мужчина, который болеет тяжело, то вы поймете, что... Развитие коронавируса у Александра было молниеносным и осложнено цитокиновым штормом. Сначала лечился дома, но когда ситуация вышла из-под контроля, за сложного пациента взялись врачи ковидного стационара. Сегодня Ольга и Александр на стороне тех, кто делает прививки. Постарайтесь пересилить себя, вакцинироваться и поверить, что это очень неопределенная болезнь, которая... И самое главное, что она страшная, и самое главное, что она неизвестно, какое оказывает влияние на человека. Пункт вакцинации в гипермаркете Леруа Мерлен организовали не случайно. Согласитесь, очень удобно убить сразу двух зайцев, купить необходимые товары и получить иммунитет. С каждым днем все больше и больше. Интересующие вопросы, насколько эффективна вакцина, при каких заболеваниях ее нельзя делать. Врачи, которые не понаслышке знают о коварстве коронавируса, своим примером показывают, насколько важен коллективный иммунитет. Главный врач ВРКБ Бутай Бутаев в прошлом году перенес коронавирус. Второй раз, признался доктор, желания болеть нет. Поэтому он приехал в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку. Отметил, многие из его друзей и близких уже прошли вакцинацию. Даже отец, которому почти 80 лет, сам пошел, привился. Это все-таки один из способов для того, чтобы не находиться дома, чтобы была возможность выйти куда-то к родственникам, друзьям. Посетитель Леруа Мерлен Станислав, увидев вывеску пункта вакцинации, заинтересовался. Бутай Гайдарович сам проконсультировал молодого человека и его друзей, ответив на все вопросы. Не зря придумывали прививки. По истории победили же, правильно же, благодаря прививку. Но еще достаточно много людей, кто по каким-либо причинам не хочет делать прививку. Не будете делать прививку? Пока нет. Я не готова перенести ковид, но не знаю я, затрудняюсь сказать. Нет, не думал. Как относится к прививку? Ну, с опаской. Заместитель главного врача по поликлинической сети Елена Зинатулина считает, что люди сомневаются или категорически против вакцинации, потому что в интернете очень много информации, которая не соответствует действительности. Если бы они каждый день присутствовали даже в приемном отделении нашего ковидного стационара или в той же реанимации, наверное, к этому отнеслись более серьезно. Когда приезжают достаточно тяжелые пациенты, которые не могут дышать, не могут раздышаться и тяжело переносят данную инфекцию. Елена Валентиновна тоже приехала в торговый центр на вакцинацию. Температура и другие показатели в норме, состояние здоровья позволяют ей сделать прививку. Вместе с ней получил гарантию скорой выработки организмом антител еще один заместитель главного врача в РКБ Константин Хадиков. Вторая фаза вакцинации состоится ровно через три недели. Всего же в Ленинском городском округе уже привились 12 тысяч человек. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кучелева. Видное ТВ. Практически каждый год по весне на проспекте Ленинского комсомола в районе магазина «Универмаг» начинался ремонт водопроводных труб. Он сильно осложнял жизнь водителей. Вместо двух полос для движения оставалась одна. Сейчас ситуация повторилась, но в этот раз коммунальщики делают так, чтобы проблему с ремонтом решить раз и навсегда. Этот участок магистрального водопровода между третьей и пятой насосными станциями был построен в конце 70-х годов прошлого века. Здесь он идет вдоль проспекта Ленинского комсомола. Магистраль – это жизненно важная артерия, поскольку она снабжает водоснабжением всю часть ПЛК, находящаяся в так называемой зону постновой постройки, то есть пост 90-х годов. Диаметр водовода 400 миллиметров. Мы его перекладываем на современные пластиковые трубы. Раньше водопровод шел параллельно проспекту под газонной частью. В конце 90-х годов поток транспорта увеличился и было принято решение увеличить ширину проезжей части. Современные трубы значительно снижают риск возникновения аварий и раскопки с целью ремонта уже не будут периодически повторяться. Сейчас ремонт проводится таким образом, чтобы максимально обезопасить водителей и пешеходов. Как вы видите, работы выполняются в соответствии со всеми нормативами, то есть выставлены ограждающие конструкции, иллюминация в вечернее время, дорожные знаки. Планируется, что эти работы будут завершены 1 мая. Дома в старом поселке Развилка были построены в начале 50-х годов прошлого века. Уже давно они считаются аварийными, но в них продолжают жить люди. Как и когда решится вопрос с расселением, жители узнали на встрече с руководителем муниципалитета. На мероприятие побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа встретился с жителями старого поселка Развилка. Дома, в которых живут люди, уже 9 лет, как считаются ветхим жилым фондом и подлежат расселению. Строительство новостроек, куда должны переехать посельчане, затянулось. Была выделена земля и началось строительство. Тендер выиграл «Инвестсити». Но в какой-то момент, где-то в 16-м, я точно год не помню, стройка остановилась и 2,5 года стояло. Вошел новый инвестор и кризисный менеджер Деменчук Алексей Викторович, который, в общем, как бы разруливает эту программу. Сейчас ситуацию под контроль взял губернатор Московской области. И в будущем людей наступила определенность. В настоящий момент старые дома планируется расселить в две очереди. В первую очередь переселение – это следующий год. Ориентировочно, ориентировочно застройщик хочет на второй квартал следующего года. Я говорю осторожно до конца следующего года, чтобы потом не было такого, что я кого-то обманул. Это первый, третий, пятый и восьмой дома. Первый, третий и пятый – это просто что-то с чем-то. Есть деревянные перекрытия, первый, третий дом. Во всех домах идут сквозные трещины. Это просто справедливо, если в первую очередь будут расселяться именно первый, третий и пятый дом. Хорошо. Вторая очередь затронет оставшиеся дома поселка. Также перед собравшимися выступил представитель застройщика. Алексей Демьянчук подтвердил, что все озвученные сроки будут соблюдены и люди, согласно графику, получат новое жилье. Сейчас как раз разговор идет о следующем. О том, чтобы переселить подобный объем квартир в первую очередь. И логика наша по переселению первого, третьего, пятого и восьмого дома связана и с их износом, и с тем, что они логически находятся дальше от дороги для того, чтобы их снести, огородить и оставить. В свою очередь Дмитрий Абаренов объяснил, что администрация муниципалитета в данной ситуации выполняет контролирующую функцию и предложил в будущем провести еще одну встречу, чтобы проследить динамику процесса. В этом же месте встречаемся и осуждаем, что мы сделаем дальше. Я вам, соответственно, рассказываю уже о тех решениях, которые сделаны по всем процедурам, что есть ли проблема или нет ее больше. И определяемся, как мы движемся дальше. И я вам единственное, что от себя гарантирую, вот это я точно гарантирую, что все решения мы будем принимать с вами. После окончания встречи с временно исполняющим полномочия главы округа, в основной своей массе жители были настроены позитивно. Видно, что энергичный товарищ, мы ему, так сказать, должны поверить. Во всяком случае, он говорит, так сказать, реальные вещи, что слово дает, что берет под личный контроль. Ну, народ ему, я думаю, поверит. Следующее собрание с посельчанами пройдет через три недели. На нем будут обсуждаться условия переселения в индивидуальном порядке. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Что делать, когда одним жителям многоквартирного дома мешают деревья под окнами, и они просят их спилить, а другие категорически против? И могут ли жильцы вообще решать такие вопросы? Наша съемочная группа попыталась разобраться. Грядущий капитальный ремонт фасада, состояние мест общего пользования и придомовой территории. Эти и другие вопросы обсудили жители дома номер 37 по проспекту Ленинского комсомола на встрече с начальником территориального отдела Центральной Светланой Степиной. В обсуждении также приняли участие представители управляющей компании и местный депутат Алексей Журавлев. И про это дерево. Вот оно стоит 45 лет, да? Вот если есть экологи, наверное, нужно было экологов, если вот вы хотите опилить, да? И если соседи против того, чтобы вы опиливали все деревни. Жаркую дискуссию вызвал недавно проведенный по просьбе председателя Совета дома осмотр зеленых насаждений представителями управляющей компании. Некоторые жители опасаются, что могут лишиться здоровых деревьев и кустарников, которые когда-то собственноручно высаживали вдоль дома. Они несут нам не только экологическую безопасность, но и немного убирают шум с прилегающей дороги, потому что у нас недалеко находится фенитеральная трасса, от которой тоже летит и пыль, и достаточный шум она производит. Поэтому, конечно, беспокоенно. Другие жители, напротив, переживают, что разросшиеся деревья могут нанести вред дому и подземным коммуникациям. Канализационный люк. Он один, два, три и четыре. Идет граница подземных коммуникаций, канализации. Есть специальный СНИП. Два метра от подземных коммуникаций. Где деревья два метра от подземных? Это же все разрушает корни, колодец. Это же не просто колодец. Там идет труба, в которую все сливается. Представители администрации и депутатского корпуса сообщили жителям, что подобные вопросы требуют тщательной проработки и анализа в каждом конкретном случае. Есть разные нормы. Одни нормы не позволяют спиливать деревья, которые себя хорошо чувствуют, так скажем. Другие нормы не позволяют быть деревьям ближе к какому-то расстоянию от дома, от труб. Пока никаких экспертиз не было, что они могут якобы что-то там повредить. Я думаю, что категорически нельзя это делать, спиливать деревья. В ближайшее время отдел экологии администрации муниципалитета проведет тщательное обследование зеленых насаждений возле дома. И только после этого станет понятно, есть ли нарушения, которые нужно устранять. Ну а жителям не стоит забывать о том, что все вопросы необходимо решать сообща и вместе заботиться о сохранении общедомового имущества. Например, дружно выйти на муниципальный субботник, который состоится уже завтра, 17 апреля. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Маленький пассажир – большая ответственность. Под таким названием в Московской области с 15 марта по 18 апреля проходят профилактические мероприятия, напоминающие родителям о правилах перевозки самых юных участников дорожного движения. В одном из торговых центров города Видное сотрудники госавтоинспекции организовали акцию, в рамках которой проинформировали водителей об обязательном использовании детских удерживающих устройств. Безопасность ребенка во время поездки в автомобиле – это первостепенная задача для любого водителя, ведь маленькие пассажиры – одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Основная задача, конечно же, еще раз родителям напомнить о безопасности, рассказать, какие существуют у нас средства передвижения для маленьких детей в автомобиле. Если обратите внимание, у нас есть здесь люлька для перевозки младенцев, детское кресло для перевозки детей в возрасте до 12 лет, и бустеры, которые уже у нас применяются для детишек, кто постарше. Во время профилактической беседы инспекторы ГИБДД объясняли мамам и папам, как правильно устанавливать автолюльку, детское кресло или бустер, а также рассказали, где в машине самое безопасное место для юного пассажира. Дети до 7 лет в обязательном порядке переводятся в специальном детском удерживающем устройстве автокресле на переднем пассажирском сидении. А вот сзади, уже на усмотрение родителей от 7 до 12 лет, можно использовать либо штатный ремень, либо специальное детское удерживающее устройство, либо автокресло. Все время кресло, потому что это безопасно для наших деток. Мы сами должны думать, что это для них все делается, а не для того, что обязаны. 12-летней Полине уже можно ездить в автомобиле без удерживающих устройств, пристегнувшись лишь ремнями безопасности. Но о том, как перевозить маленьких детей, девочка хорошо проинформирована, ведь у нее есть 7-летняя сестра. Она передвигается в кресле безопасном, и мы ее всегда пристегиваем. Еще мы на ремень безопасности родители купили специальную штуку, штуку, которая одевается на ремень. Это чтобы было безопасно передвигаться. Заместитель директора магазина детских товаров Людмила рассказала, что автокресла пользуются большим спросом у покупателей. Покупают кресла, и довольно-таки часто, потому что действительно все-таки самое главное – это безопасность ребенка, для родителя, для любого. Но приблизительно, если брать, 5-6 штук в неделю, где-то у нас кресел мы продаем. Также в рамках акции сотрудники госавтоинспекции подарили юным участникам движения световозвращающие наклейки. Стоит отметить, что все дети отлично знакомы с яркими фликерами и знают, для чего они предназначены. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok